МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Умственная сила никогда не успокоится, никогда не остановится на познанной истине, но всё время будет идти вперёд и дальше к истине непознанной. Утверждал мыслитель эпохи Возрождения Джордана Бруно. Давайте будем идти вместе. В эфире «Загадки человечества» и я, Олег Шишкин. Сегодня в программе. Супероружие 21 века. Кто и зачем придумал вакуумные бомбы? Зачем американцы модернизировали мать всех бомб? И на что она теперь способна? Люди без костей. Какие уникальные физические особенности позволяют американцу Трою Джеймсу двигаться как паук, а россиянину Алексу Калашникову завязывать своё тело в морской узел? 19-летняя американка Мария Пучерелли установила очередной рекорд. Всего за 4 года девушка освоила супертрюк под названием «тройная складка». Обычному человеку, по словам экспертов, на это понадобилось бы как минимум 10 лет ежедневных тренировок. За невероятную гибкость Марии уже прозвали «человеком без костей». Но как ей это удаётся? Какая способность позволяет американцу Трою Джеймсу двигаться как паук, а россиянину Алексу Калашникову завязывать своё тело в морской узел? Кто эти люди? Талантливые трюкачи или жертвы генетических мутаций? Как эти феномены объясняет современная наука? Американца Троя Джеймса называют «человеком-пауком». Его способности настолько необычные, что пугают окружающих. Некоторые кричат и убегают. Пару раз даже до слёз кого-то довёл. К сожалению, дети плакали. Мне прям стыдно. Они думали, что я монстр. Уникальные способности появились у Джеймса ещё в детстве. Сначала ему казалось, что все люди на земле могут легко закидывать ноги за голову. Когда он понял, что отличается от большинства, стал стеснительным и замкнутым. Специально для нашей программы Трой согласился рассказать свою историю. Помню, мама меня спросила, почему я телевизор смотрю вниз головой. И ребята в школе говорили, что человек так просто не может. Смеялись надо мной, шутили. Ты не человек, ты пришелец. Или называли фриком. Долгие годы Джеймс скрывал свои уникальные способности. Но однажды друг предложил ему снять видеоролик и выложить его в интернет. Его посмотрели миллионы людей. Мне стали звонить, звать на выступления и всякие шоу. Меня это сначала пугало, но когда видео стало популярным, меня пригласили в Нью-Йорк. А потом в Японию, Испанию. Летать по всему миру было так здорово, что я решил продолжить выступать. Сегодня Трой – актер. Правда, в основном ему достаются роли зомби, демонов, пришельцев и монстров. По словам Джеймса, его не раз приглашали в цирк. Но пока ему больше нравится работать на телевидении. Алекса Калашникова из Нижнего Новгорода тоже считают уникальным. Его называют «человеком-змеей». За считанные секунды он может скрутить свое тело в морской узел. В детстве Алекс посмотрел фильм с Жаном Клодом Ван Дамом. Ему захотелось повторить один из трюков героя – сесть на шпагат. Через несколько недель тренировок он сделал это без особых усилий. Занимался, занимался, и все привело меня вот к таким вот результатам. Нереально, можно сказать. Мои способности, они приобретенные и развитые долгими порными годами тренировок, которые раз за разом я развиваю все дальше и дальше. Сегодня Алекс ведет семинары и мастер-классы по развитию гибкости. Он уверяет, повторить его достижения может любой человек. Главное – тренироваться. Но медики считают иначе. Существуют наследственные особенности патологии развития, приводящие к гиперэластичности суставов, в общем, органов тканей, связанных с коллагеном, белком основным строительным. И, в частности, синдром повышенной эластичности кожи, синдром Эллерса, Данлеса, Черногубова. При синдроме эластичности, гиперэластичности, действительно, коллагены свойства, особенности такие, что может растягивать человека. То есть никак эта тренировка, естественно, не связана. У нас, среди статистических с вами, людей, такие способности отсутствуют. Ученые из США выяснили, на уровень гибкости человека влияют температура тела, возраст, пол и даже тип телосложения. А уникальные сверхспособности чаще всего не дар, а последствия заболевания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова